Друзья, всем привет! И уже с наступившим Новым Годом! Не успел он начаться, и компания Nordberg радует нас очередными новинками. Сегодня их передо мной аж две. И так, да будет свет, потому что в этих небольших коробках новые светодиодные фонари Nordberg. Я недолго думал, с чего начинать обзор, ведь любой обзор начинается с распаковки новинок, но зачастую это нудно, утомительно, поэтому давайте просто сделаем вот так. Итак, содержимое коробок, за исключением самих фонарей, не представляет никакого интереса. Каждая из коробок содержит инструкцию по эксплуатации, кабель для зарядки. Само зарядное устройство в комплект не входит, потому что его можно найти сейчас в каждом доме. Поэтому делаем еще вот так, избавляемся от лишнего и переходим к обзору самих фонариков. Первым я предлагаю рассмотреть поближе инспекционный складной фонарик Nordberg 1926. Во всей линейке осветительных фонарей Nordberg он уникален, потому что имеет полностью складную конструкцию. При этом фиксатор складного механизма очень прочный, фонарик сам раскладываться не будет. Фонарик оснащен торцевым и боковым светодиодами. Сбоку фонаря находится разъем Type-C для зарядки и индикатор заряда аккумуляторной батареи, а также кнопка включения и изменения режимов фонаря. Снизу фонарик оснащен мощным магнитом, а также креплением типа крючок, если фонарик необходимо подвесить, но металлическая поверхность для магнита отсутствует. Крепление жестко зафиксировано, не люфтит, не вываливается. Фонарик очень приятно лежит в руке. Для себя я также отметил очень интересную особенность этого фонаря. С каким бы углом вы не раскрыли этот фонарик, он будет прочно держать баланс на любой ровной поверхности. Первое нажатие кнопки включения активирует торцевой свет. Второе нажатие активирует боковой светодиод. Яркость освещения бокового светодиода регулируется долговременным зажатием на кнопку включения. Фонарик оснащен поворотным механизмом, который позволяет вращать в пределах 180 градусов осветительную часть прибора. Казалось бы, стоит ли дальше вообще продолжать эту презентацию, когда инспекционный фонарь Nordberg 1926 воплотил в себе самые клевые и необходимые качества инспекционного фонаря. Но я все же предлагаю потратить еще немного времени и взглянуть на фонарик Nordberg 1915. Сверхтонкий, легкий и стильный. Создается впечатление, что этот фонарик выбивается за рамки автосервисной тематики. Он также оснащен торцевым и боковым светодиодами. На одном боку у него расположен разъем Type-C для зарядки. С другого боку кнопка включения. Внизу находится мощный магнит для крепления на любой металлической поверхности. Фонарик оснащен карманным держателем, имеет размеры авторучки, поэтому его всегда удобно носить с собой. Последовательное нажатие кнопки включения активирует режимы бокового освещения. Долговременное нажатие кнопки включения активирует торцевое освещение. Ну что ж, друзья, а теперь ни словом, а делом предлагаю проверить работу обеих новинок в темном и плохо освещенном помещении. Давайте заглянем под капот при помощи фонаря 1926. В полностью затемненном помещении активируем торцевое освещение и боковое попеременно. Подвесим фонарик при помощи имеющегося крючка и при помощи магнитного держателя. А теперь зажмем кнопку включения и попробуем порегулировать яркость света. Как видим, диапазон очень широкий. Нордберг 1915. Активируем боковое освещение. Первый режим. Второй режим. А теперь активируем торцевое освещение. Должен отметить, что торцевой светодиод данного фонаря очень ярко светит и создает мощный пучок света для освещения выбранного участка. Магнит также отлично справляется со своей задачей. Еще раз хочу заострить внимание на торцевом освещении данного фонаря. Лично меня оно впечатлило. Я думаю, на этом можно заканчивать наш подробный обзор. Я думаю, каждый из вас найдет в каждой из новинок свои преимущества и применения. Лично я взял комплектом. Субтитры сделал DimaTorzok